Уважаемые дамы и господа! 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 Прежде всего я хотел бы поблагодарить руководство Ростовской области за такую чудесную возможность ознакомиться со славной историей, потенциалом Ростовской области и города Ростова-на-Дону. Наше заседание проходит здесь в непосредственной близости от украинских границ, и я бы сказал так, дух Украины очень чувствуется в этих местах России, и нам это очень приятно. Как всегда, наш подкомитет работал очень конструктивно, наши сотрудники подготовились хорошо, обсуждение вопросов проходило конструктивно, в исключительно дружеской атмосфере. Я немножко буду повторяться, но скажу, что мы подтвердили важность скорейшего завершения делимитации морских пространств в Азовском и Черном морях, а также в Керчевском проливе. Урегулирование этого вопроса создаст условия для развития совместной хозяйственной деятельности и Украины, и России в указанных акваториях, а также позволит избежать таких трагических инцидентов, которые произошел 17 июля всего года в Азовском море. Мы отметили насыщенную работу, которая проводится в рамках совместной украинско-российской демаркационной комиссии. Сегодня мы вместе успешно осуществляем демаркацию сухопутного участка украинско-российской границы, хотя, конечно, имеются резервы для того, чтобы этот процесс ускорить. В современных условиях все большую важность приобретает сотрудничество Украины и России в противодействии новым угрозам и вызовам, особенно те угрозы, которые имеют транснациональный характер. В свете событий на Ближнем Востоке и в Северной Африке хотел бы отметить слаженную работу наших консульских служб, в особенности в вопросах защиты граждан двух государств. В этой связи очень показателен пример совместной эвакуации граждан Украины и Российской Федерации с территории Сирии. И мы благодарны российской стороне в такой взаимопомощи по решению проблемных вопросов. Пользуясь случаем, хотел бы также выразить благодарность нашим коллегам за желание продолжать такое взаимодействие, особенно в горячих точках мира. Мы очень высоко оцениваем наше сотрудничество в рамках международных организаций, прежде всего в ОБСЕ, где, как вы знаете, Украина председательствует с начала этого года. Мы обсудили комплекс вопросов, связанных с преднестровским урегулированием, исходим из необходимости использования в полной мере потенциала Украины и России, не только как переговорщиков в формате 5 плюс 2, но также как стран-гарантов урегулирования ситуации в том регионе. Мы рассчитываем на конструктивную совместную работу в рамках подготовки предстоящего министерского заседания ОБСЕ в Киеве, которое состоится 5-6 декабря нынешнего года. В следующем году Украина будет председательствовать в Содружестве независимых государств. Мы представили недавно в Минске программу нашего председательствования, она была одобрена. Мы также отметили, что Российская Федерация полностью одобрила программу, которую предложила украинская сторона. Мы также обменялись мнениями о готовящемся подписании Украины соглашения об ассоциации. Я думаю, что в этом контексте усилия и Украины, и России должны сосредоточиться на поиске оптимальной модели нашего двухстороннего сотрудничества, экономического взаимодействия в контексте подписания Украины соглашения об ассоциации. В целом, характер обсуждения подтвердил готовность обеих сторон искать и находить взаимоприемлемые решения по всему спектру наших двухсторонних отношений и вопросов международного характера. И, как вы видели, мы подписали план взаимодействия между двумя МИДами на следующий год. Предыдущий план, как мы констатировали вместе с российским министром, достаточно успешно выполнен и еще выполняется. Благодарю за внимание. Коллеги, у нас есть возможность для нескольких вопросов. Пожалуйста, Украинфо. Микрофон. Отключите, пожалуйста. Слышно, но он не включен. Национальное информагентство Украинфорн. Украина не один раз предлагала России провести или проводить консультации по поводу рисков или опасений после подписания договора о консультации с Европейским Союзом в формате, в стороннем формате Украина, Россия и Европейский Союз. Сегодня это тоже было срочно предложение. Какая позиция России? Вы принимаете это предложение? Спасибо. В принципе, консультации всегда полезны, если они представляют возможность до принятия решений учесть позиции всех заинтересованных сторон. И обычно это помогает делать так, чтобы принимаемые решения отражали озабоченности, интересы участников вот такого рода консультаций. Как я понимаю, в данном случае речь идет несколько об ином. Речь идет не о том, чтобы проконсультироваться, как лучше выстраивать отношения между Украиной и Евросоюзом по вопросам, напрямую затрагивающие российско-украинские отношения, а о том, чтобы консультироваться как бы уже постфактум на основе состоявшегося события, без какого-либо изменения того формата, в который планируется перевести отношения между Украиной и Европейским Союзом. Причем, еще раз скажу, без учета озабоченности, интересов российской стороны, которые многократно доводились до наших украинских друзей и по доверительным каналам, да и публично много раз такое было. Поэтому мы всегда за диалог, всегда за то, чтобы говорить друг с другом, слышать друг друга. Но в данном случае президент Российской Федерации уже нашу позицию изложил, если это соглашение будет подписано и Украина начнет выполнять соответствующие обязательства, в частности в том, что касается либерализации торгового режима с Евросоюзом и безграничного, по сути дела, допуска европейских товаров на свой рынок, это будет создавать риски для нашей торговли, для наших производителей, и мы будем вынуждены вводить те мирозащиты, которые предусмотрены в рамках договора СНГ о зоне свободной торговли. Ни о каком запрете на поставку товаров с территории Украины речь не пойдет. Товары эти будут пользоваться на основе норм Всемирной торговой организации режимом наибольшего благоприятствования, но льготы, которые дополнительно к этому режиму вытекают из участия в договоре о зоне свободной торговли СНГ, конечно, эти льготы прекратят свое действие. Агентство «Интерфакс», пожалуйста. Сергей Викторович, вчера в Грузии прошли президентские выборы. Скажите, как Вы оцениваете их итоги в контексте будущего отношения России и Грузии? Можно ли будет в течение ближайшего времени вернуться к вопросу восстановления ДИП-отношений? И были ли уже контакты у российской стороны с лидером на этих выборах Георгием Маргавилашвили? Спасибо. Выборы состоялись только вчера, еще и суток не прошло после их завершения. Судя по поступающей информации, выборы прошли свободно, честно. Никто не оспаривает их итоги. И мы поздравляем грузинский народ с этим событием. Что касается оценки этих выборов в контексте будущего развития российско-грузинских отношений, то дело здесь за грузинскими властями. Как я понимаю, еще должно быть сформировано правительство. Были объявления о том, что нынешний премьер-министр собирается уйти с этого поста. Так что мы желаем грузинскому народу поскорее завершить все организационные вопросы по формированию новых органов власти. И будем надеяться, что на российском направлении эти власти будут проводить политику дружественную, добрососедскую, учитывающую современные реалии в этом непростом регионе. Ну и это же относится и к вопросу о возможности восстановления дипломатических отношений. Мы эти отношения не разрывали. Так что будем ждать объявлений, заявлений грузинской стороны о том, какой политике они намерены следовать в отношениях с нашим государством. Телеканал «Раж Тудей». Спасибо. Сергей Викторович, накануне визита в Дамаск 19 воронных групповок воюющих стране выступили заявления, угрожающие в адрес всех, кто собирает ехать. Мне кажется, я понял вопрос, хотя там микрофон выключался периодически. Мы считаем, что в целом ситуация вокруг СОЗОВа «Женевы-2» требует немедленного вмешательства со стороны тех, кто имеет влияние на оппозицию. Возникает целый ворох проблем, связанных с тем, что эта оппозиция распадается на отдельные группы, каждая из которых имеет свою точку зрения. Параллельно боевые отряды, которые раньше ассоциировались с сформированным из зарубежных деятелей сирийской оппозиции, так называемой национальной коалиции, открещиваются от взаимодействия с ней, заявляют, что они не присягали ей на верность, а целый ряд группировок напрямую заявляют о том, что им ближе Аль-Каида, и что они, в общем-то, действуют по ее указаниям. Возмутительным является то, что некоторые из этих экстремистских террористических организаций, которые воюют против правительственных сил в Сирии, начинают выступать с угрозами. И это не первый раз. В данном случае угрозы обращены на тех, кто осмелится поехать на предлагаемую Россией и Соединенными Штатами при поддержке всего мирового сообщества Женевскую конференцию. Не столь давно угрозы выдвигались в отношении тех стран, которые выступают за поиск политического урегулирования и противостоят попыткам применить силу извне для урегулирования сирийского кризиса. В том числе и к Российской Федерации такие угрозы адресовались. Грозили, что наши дипломатические представители, дипломаты в зарубежных странах будут легитимной мишенью. Все это возмутительно, все это неприемлемо. И все это, по большому счету, лежит на совести тех, кто оплачивает и вооружает эти оппозиционные группы. У каждого из отрядов оппозиции есть свой спонсор. Это не всегда одни и те же государства. Но у каждой оппозиционной группы на земле есть тот или иной покровитель. Либо в регионе, либо за его пределами. Все это прекрасно знают. В том числе наши американские партнеры. И мы вместе с ними добиваемся того, чтобы вот эти спонсоры, эти покровители в полной мере осознали свою ответственность за поведение оппозиции. На словах все говорят, что да, надо начать процесс Женевы-2. А на деле некоторые государства, весьма и весьма влиятельные в сирийском кризисе, работают напрямую на подрыв этой российско-американской инициативы. И последний, заключающий вопрос. Пожалуйста, телеканал 1+,1. Маргарита Сытник, спецкор украинского телеканала 1+,1 в России. Сергей Викторович, скажите, пожалуйста, на каком основании Россия удерживает гражданина Украины Александра Федоровича Рыбака, если учесть, что он был задержан в водах общего пользования, и когда пристанут перед судом пограничники российские, которые фактически убили четверых украинских моряков. И второе, в том же контексте, почему, на каком основании Россия удерживает украинского КОКа судно «Санрайз», если он является членом экипажа и не участвовал в акции «Гринпис». И хотелось бы еще услышать позицию украинского МИДа в этих двух вопросах. Спасибо. Ну, я думаю, что ответ простой. В данном случае эти лица удерживаются на тех же основаниях, на которых удерживаются подозреваемые в совершении правонарушения лица на территории Украины. Есть законы, есть процессы следственные, которые должны быть осуществлены. Мы сегодня говорили об этом. Как я понимаю, наша генеральная прокуратура находится в контакте. Это касается и инцидента на Азовском море. Такие инциденты, к сожалению, не единичны. Наши рыбаки, которых подозревали в контрабанде, также теряли свои жизни в прошлом в Каспийском регионе. Именно поэтому так важно как можно скорее закрыть вопрос правового регулирования этих акваторий. И Каспий, ну и в нашем случае с украинскими коллегами. Азово-Керченское урегулирование, размежевание в Азовском море, в Черном море. Но, повторяю, это отнюдь не отменяет необходимость как можно скорее поставить точку в этом разбирательстве, чтобы была внесена полная ясность. Мы сегодня, еще раз скажу, об этом говорили. Но в отношении ситуации с судном Гринписа, Арктик Санрайс, по тому же делу проходят граждане, вон, 19 стран, включая россиян. Россиянин тоже, как нам говорят правозащитники, не был членом экипажа, был фотографом. Понимаете, эта акция была запланирована, и все, кто в ней участвовал, кто подписался на участие в этой акции, прекрасно знали, кого они будут фотографировать, что они будут фотографировать, кому они будут готовить пищу. Здесь, наверное, нужно просто признать, что происходят следственные действия, которые должно установить виновность этих людей или оправдать их на основе правовой, на основе международного права, прежде всего, конвенции по международному праву 1982 года, по морскому праву 1982 года, и, конечно, на основе российского законодательства, как страны, участницы этой самой конвенции. Спасибо большое за вопрос. Хочу сказать, что вопросы правового статуса двух граждан Украины, Федоровича и Якушева, находятся в постоянном поле внимания украинского МИДа. Мы постоянно ставим вопросы перед нашими российскими коллегами с момента возникновения этих проблемных ситуаций. Украина выступает за то, чтобы все проблемы, касающиеся двух граждан, были решены на основе принципов дружбы, стратегического партнерства, с использованием юридических инструментов как международного характера по линии Совета Европы, других конвенций, так и на основе тех документов, которые существуют в рамках СНГ и в наших двусторонних отношениях с Российской Федерацией. Я также подтверждаю, что то, что касается вопросов гражданина Федоровича, на сегодняшний день есть письмо Генеральной прокуратуры Украины, их коллегам Российской Федерации, и этот вопрос обсуждается на уровне правоохранительных органов. Мы в Украине и в украинском МИДе будем выступать за то, чтобы данные граждане были возвращены в Украину, и к ним применялся украинский национальный режим, то, что касается их дальнейшей судьбы и их правового статуса, на основе тех документов, о которых я уже говорил. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо.